Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова. Я приветствую вас на своем канале. Мой канал посвящен моде, красоте. Самое главное, он посвящен умному шоппингу. Не могу найти камеру. Самое главное, он посвящен умному шоппингу, о том, как не тратить больших денег и не затрачивать много усилий, и выглядеть хорошо, делая самые-самые обычные дела. Хочу обратить ваше внимание, что я в платке. Я рекомендую этот аксессуар всегда. Мне он очень нравится. Помним, что мы отодвигаем его от шеи, чтобы не ассоциировался платок с ордопедическим воротником. Хочу сказать, что платок также прекрасно поддерживает локоны. Соответственно, он придает локонам в этой области некий объем, потому как волосы ложатся на платок. И, соответственно, такой эффект еще имеет место быть. Кстати, такой же эффект можно достичь, используя шарфы, либо меховые накладные воротники, либо меховые шарфы. О них тоже я, конечно же, запишу ролик. Сегодня речь пойдет о вещи, которые мне очень-очень нравятся, которые очень простые, которые стоят очень мало. И эта вещь станет героем ролика, о которых я уже говорила. Хочу, но не могу. Но сегодня, в общем-то, отдельный ролик посвящен тоже этой вещи. Вещь, опять же, повторюсь, стоит мало. Выглядит современно. Компоновать можно совсем-совсем чем угодно. И вещь эта называется по-русски, наверное, по-русски называется, наверное, это свитшот. По-итальянски мы называем это фельпа, но мне привычен называть, в общем-то, это спортивная куртка, спортивная толстовка. Потому как, в общем-то, это спортивная толстовка. Материал, как правило, вот такой вот плотный, но в летних вариантах, в общем-то, это хлопок самый обычный, неплотный, без начеса. Всегда имеется резинка на рукаве, по низу всегда резинка. Ну, в общем-то, все совершенно стандартно. Такие свитшоты есть в АКМ, есть в Заре, есть в Манго. Все прекрасного качества. Покупаем эти свитшоты там. Очень много марок обыграло эту тему, в общем-то, на тенденции они, я думаю, заработали много денег. И дорогие марки тоже выпустили свои свитшоты. Но, опять же, повторюсь, что, в общем-то, в бюджетных марках мы найдем то же самое, но по цене в 10 раз меньше. Ко мне приехал гидравлик, поэтому мне пришлось прерваться, но что же, я использовала возможность для того, чтобы надеть свой свитшот, который до этого я вам вообще-то и продемонстрировала. Итак, свитшот – это та вещь, про которую можно сказать, что вы потратили 10 евро, а выглядите даже не на 100, а на 1000 евро. И это очень здорово, печально, когда все наоборот, когда мы тратим 1000 евро, в общем-то, а выглядим на 100 евро. И очень часто с дорогой одеждой, мы помним, такой конфуз происходит. Итак, свитшот, чем он хорош? Он, во-первых, совсем компонуется, его можно легко обновить, поскольку стоит он недорого, соответственно, когда он застирывается, черный свитшот теряет, в общем-то, свою черноту, а белый – свою белизну, то, соответственно, мы можем легко пойти и купить себе новый. Сейчас свитшоты доступны, раньше их было тяжело найти, теперь, в общем-то, в любом магазине, в базовой коллекции всегда свитшоты имеются самых-самых разных цветов. Какие цвета я рекомендую брать? Безусловно, черный, безусловно, белый, но также и цветные свитшоты зеленого цвета, оранжевого, красного, прекрасно носятся. Единственная сложность – они, в общем-то, трудно стираются. Краска выходит, краска теряет свою яркость. Но, опять же, вещь стоит недорого, можно себе позволить, позволить. Как я рекомендую носить свитшоты? Все очень просто, безусловно, начинаем с базы. Черный свитшот, белая футболка, рукава белой футболки желательно, безусловно, показать, то есть, рукава на свитшоте чуть-чуть приподнять, это будет красиво. Очень хорошо смотрится свитшот с белой рубашкой снизу, либо даже с шелковой блузой, либо даже с шелковой блузой, у которой есть бант и концы, в общем-то, либо сам бант, можно наружу его оставить и, в общем-то, продемонстрировать. Почему свитшоты вообще так хороши? Они со всем сочетаются. Самый привычный вариант – это свитшот и, в общем-то, спортивные брюки. Да, такой вариант станет, в общем-то, героем ролика «Хочу, но не могу». Поговорим об этом в другой раз. Свитшот прекрасно смотрится с брюками скини, с джинсами скини. Свитшот прекрасно смотрится с платьем, футляром и с юбкой у карандашом узкого типа. Соответственно, такой лук мы можем позволить себе даже при очень строгом дресс-коде. Но такой лук, в отличие от той же самой компоновки вещей, но вместо свитшота черного будет у нас темный свитер, будет смотреться не так актуально, не так свежо, как, в общем-то, то же самое, только с черным свитшотом. Очень хорошо смотрятся белые свитшоты, тогда вообще все замечательно работает для, опять же, строгого дресс-кода, когда мы вынуждены соблюдать светлый верх и темный низ. В общем-то, вот так. Наверное, это, пожалуй, все, что я хотела сказать о свитшотах. Также хотела сказать, что прекрасно, да, они смотрятся на строгих платьях. Обязательно попробуйте. Единственная хитрость, свитшот на платье футляр мы надеваем более короткий, либо совсем удлиненный, практически до середины бедра. В Заре, я знаю, сейчас есть свитшоты, они называются, они так и называются, свитшоты оверсайз. Соответственно, можно там присмотреться к таким вещам. Повторюсь, все просто, все стоит дешево, но выглядит очень хорошо, работает очень хорошо. Поэтому советую вам, если у вас еще нет ваших свитшотов, купить себе первый свитшот. Обращаем внимание, что в идеале свитшоты должны быть вот такими простыми. Никаких вышивок, никаких надписей. Хотя очень часто это смотрится, соглашусь, прикольно. И такие же варианты у меня, если честно, есть, но ношу их, в общем-то, дома, либо вот буквально на прогулку с детьми. Потому как более стильно, более выдержанно, более элегантно, не побоюсь этого слова, выглядят свитшоты совершенно простые, однотонные, без всяких надписей. Хлопок стопроцентный, возможно, чуть-чуть эластана может быть, так он будет падать еще лучше, стираться лучше. После стирок он не будет затвердевать, ткань не будет затвердевать. По поводу молнии, очень часто молнии добавляют на свитшоты, не рекомендую вам брать. Такие модели, все должно быть очень просто. Резинка здесь, резинка внизу, поиграть можно с длиной, поиграть, повторюсь, можно с цветом. Желаю вам найти свой свитшот, использовать его, поверьте, это опять же тепло, это очень удобно, легко стирается, вещь легка в уходе и смотрится, смотрится на все 100, даже 200%. Это Яна Скворцова, хорошего дня!